Около 500 орловских бизнесменов уже получили субсидии с федерального бюджета. Напомню, безвозмездная поддержка предоставляется тем предпринимателям, чья деятельность пострадала от пандемии коронавируса. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, привет. Так сколько денег поступило на счета орловских компаний? Олег, здравствуй. Общая сумма выплат, которые уже поступили, превысила отметку в 5,5 миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на зарплату сотрудникам, которые были вынуждены уйти на каникулы. За две недели 3,5 тысяч орловских бизнесменов заявились на федеральную субсидию. В основном обращения в налоговую поступали через телекоммуникационные каналы связи. Заявления инспекторы рассматривают в течение трех дней, после чего дают ответ. Для того, чтобы получить субсидию, организация должна состоять в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Также у получателя субсидий не должно быть задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей. Другой мерой поддержки решили воспользоваться более 70 орловских организаций. Они обратились в банки за предоставлением беспроцентных кредитов. Статус одобрено получили только четверть бизнесменов. Девяти малым предприятиям и четырем индивидуальным предпринимателям уже начислены первые суды на сумму почти 8 миллионов рублей. Деньги целевые и пойдут на зарплату сотрудникам. Десяти тысячам орловских предпринимателей спишут налоги. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил вице-губернатор региона Вадим Тарасов. Налоговое освобождение коснется тех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса. Отмечу, что НДС списания не коснется. В Орловской области зафиксирован рост цен. За последний месяц подорожали продукты на 2,4%. Об этом сообщает Орел Стат. Плодово-овачная продукция в среднем прибавила в стоимости почти 15%. Из общего списка свежих и полезных по росту цен выделились лимоны, которые подорожали почти в три раза. Также не миновало повышение в стоимости гречку и куриные яйца. А вот огурцы и помидоры на орловских прилавках подешевели в среднем на 12%. Продолжение следует...